19 января православные христиане отмечают крещение. О содержании одного из главных христианских праздников и традициях, связанных с ним, рассказал настоятель Порт-Артурского храма Алексей Сабанский. Господь по Евангелию в 30 лет приходит на реку Иродат и грестится от Иоанна. И во время крещения происходит событие, которое мы называем Бога-явление, и явление Святой Троицы, это был Глаз с неба, Божий Глаз, который говорил Сеймой Сын Базовлюбни, о нем благоволихе, его послушайте, и Голубь в виде Святой Дух, в виде Голубя снизошел над головой Господа Иисуса Христа. И этот день мы еще называем Бога-явление, явление Святой Троицы. Главная традиция праздника крещения Господней – освящение воды, которое происходит в храмах и на водоемах. Считается, что святая вода обладает чудодейственными свойствами. Воду освящают дважды – накануне 18 января и непосредственно в крещение 19 января. С древних времен к этой воде христиане относились с благоговением. Священник во время чина освящения воды читает прошения, молитвы, в которых указывается на то, что церковь свидетельствует о том, что эта святая вода крещенская имеет многообразные действия, которые сходят в благодать Божия. В этот день по всей России проходят богослужения и крещенские купания. Для этого на водоемах делают специальные проруби, а на площадях городов и поселков устанавливают купели. В народе считается, что такой обряд очищает душу и приближает к Богу, но церковь учит, что грехи смываются только покаянием через таинство и исповеди. А купание – это просто традиция, которая не обязательна для исполнения. Куда важнее, по словам духовенства, присутствовать на праздничном богослужении в храме. Существуют в народе такие поверья, что если искупаешься, то упрощаются грехи. Конечно, этому не стоит доверять, потому что таинство и крещение совершаются единожды в жизни человека. Это в храме или где-то в другом месте, да, священнослужителем. И только через покаяние человека может после крещения, естественно, решил, исповедовавшись, да, очиститься от тех грехов. Также нельзя в крещении ругаться, ссориться, обманывать, сердиться на близких, жаловаться и сплетничать. Считается, что все зло, сделанное кому-то в этот день, обязательно обернется против обидчика. Ирина Шилина, Анна Дьякова, Новости на Восьмом.